Скажите, пожалуйста, как вам удалось сбежать из камеры в то время, как мы находимся на территории, вообще-то, главной политической тюрьмы Российской империи? Друзья, этот выпуск выходит при поддержке Финансового института развития Дома РФ и, конечно же, проект «Открытый город», о котором я скажу еще пару слов в дальнейшем. Но надо пояснить ряд моментов, которые возникли при съемке данного видео. Там, к сожалению, были определенные помехи с видеосигналами, но не очень большие. Поэтому у вас там будут такие иногда возникать стоп-кадры и возникать различные фотографии. Я уж решил воспользоваться случаем. У меня их скопилось огромное количество с моих прошлых экскурсий. Не знал, куда их использовать. Вот, буду подставлять. Но в основном, в основном все стройненько, ровненько. Так что будете смотреть, как мы обычно любим, одним планом. Всем привет, друзья мои. Вот там находится улица Комсомола. И мы с вами находимся на территории, теперь уже бывшей тюрьмы Кресты. Сразу хочу сказать, что у нас будет еще два видео вокруг. То есть мы пройдемся от площади Финляндского вокзала, от площади Ленина. Вокруг я больше расскажу как раз про 90-е, потому что в основном, конечно, когда говорят про Кресты, это, естественно, бандитский Петербург и все, что с этим связано. И будет у нас еще одна проходка тоже от площади Ленина уже до улицы Лебедева. Туда, где обычно передавались передачки, куда ваш покорный слуга несколько лет ездил. Для одного из сидельцев, который пребывал здесь. Для начала хотелось бы напомнить, благодаря кому и чему мы сегодня с вами гуляем. Это видео сделано совместно с открытым городом, который, в свою очередь, является совместным проектом Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Если вы хотите посетить экскурсии по малодоступным местам, посетить самые красивые особняки, шикарные дворцы, знаменитые усадьбы, ну и вообще знаковые сооружения промышленной архитектуры, которые недоступны для свободного посещения, то вам сюда. Все, что от вас потребуется, это зарегистрироваться на сайте проекта, ссылку на который я размещу внизу под этим выпуском, ну и дальше следить за анонсами и записываться на понравившиеся вам экскурсии. Мы с вами находимся у въездных ворот с улицы Комсомола и здесь я, во-первых, вам хочу показать вот эту яму, прекрасную во всех отношениях, потому что, естественно, когда сюда заезжал автомобиль, его проверяют. Не только, как, знаете, на границе с этими палками, зеркалами, но залезали полностью. А вот здесь вот есть вот такие вот надписи. Это уже спасибо Евгению Вашенкову. Мы с ним буквально на днях виделись. Тут, к сожалению, было очень печальное событие. Умер Андрей Константинов. И он мне сказал, обрати внимание вот на вот эти вот 346, 352 и прочие секунды. Что это такое, я вам скажу чуть позже. Соответственно, машина бежает сюда. Здесь собачки. И обычно, на самом деле, человек не видит, конечно же, куда его привозят. И я вам сегодня буду рассказывать про кресты не столько российского времени, сколько вообще дореволюционного времени. Потому что это тюрьма. Вот сюда еще зайдемте, потому что здесь сохранились абсолютно уникальные вещи, которые говорят. Сейчас. Мы вас сейчас догоним! Нас тут просто, естественно, сопровождают люди, которые охраняют эту территорию. Вот это то, о чем я обычно рассказываю на своих экскурсиях. И это то, чего вы не увидите никогда нигде у нас в городе. Но это сохранилось здесь. Ледник. Еще дореволюционная конструкция, где у нас хранились продукты. Вот сюда вот так вот по этим вот рельсам затаскивался лед. И вот здесь как раз можно зайти и увидеть, ну что будет видно, да? Где оно все хранилось. То есть в таких помещениях, на самом деле, продукты доживали до лета. Ну это уже понятно, советская плитка. Надо сказать, что лед, напоминаю, заготовлялся с зимой. Его привозили на санях, сгружали. И он доживал до летних времен. Тюрьма была построена по проекту Антонио Томишко. И она была, на самом деле, вот эту, видите? Это все сюда же. Вот там вот подсобное помещение. Я так понимаю, это бывший, на самом деле, конюшный сарай. А это административное здание. Вот с этой стороны. Для чего она строилась? Вообще здесь изначально был на этой набережной, в ту сторону, винный городок. Вот смотрите, какая чудесная будочка. Ну это, конечно, все стилизация. В 1861 году была отмена крепостного права. И сразу же взлетело количество преступлений. Потому что народ оказался... Видите, здесь даже колеса отбойные столбы сохранились, дореволюционные. Народ оказался уже не с помещиками. И если раньше сами владельцы крепостных крестьян могли их там наказывать или что-то с ними сделать, то теперь эта функция передалась государству. И огромное количество преступлений, которое начало прогрессировать, требовало не менее большого количества пенитациарных учреждений. И форма креста... Здесь два креста, да? У нас вообще есть еще кресты вот там, на Лебедево, где располагается детская колония и женский изолятор. И есть еще кресты на улицах Рякова. Это бывшая пересыльная тюрьма. Там сейчас тюремная больница имени Гааза, рядом с Александром Невского. Вот это дальний крест от Невы, а там ближний крест. Здесь, кстати, сейчас живет немало кисок. И мы с вами их увидим, и я, дебил, забыл в корм взять. Я так хотел их покормить, потому что, естественно, об этом думаешь в последнюю очередь. А надо в первую. И форма креста уже существовала, конечно, в Европе. Более того, есть даже тюрьмы не только в форме креста, есть в форме звезды. Чем это удобно? Удобно тем, что в середине находится помещение, которое мы сейчас увидим, откуда, в принципе, один человек может наблюдать за всем происходящим. И изначально эти камеры, что важно, были одиночными. То есть, эта тюрьма, на самом деле, вот этот храм святого Александра Невского, эта тюрьма была предназначена для того, чтобы люди, которые здесь находились, они тратили свое время на исправление молитвой. И какой был распорядок дня до революции, и как тут вообще жили люди, очень хорошо описано в ряде воспоминаний и в ряде книг. Например, в книге из серии «Жизнь замечательных людей», посвященной Керенскому, которую я сегодня с вами иногда буду цитировать, и не только ее. Ну что, хотите в тюрьму? Пошли. Значит, у меня есть выпуск по поводу Выборга. Так, вот здесь, на самом деле, вот я спрашивал у Жени буквально недавно, то есть, вот эти все ничего не слышно. А, нет, это не здесь, извините, это я перепутал. Пошли в центральную галеру, это уже камера. Вот это я спрашивал, это карцер? Он говорит, карцер внизу. Но на самом деле, если вы приглядитесь, да, здесь уже две одиночные такие клетухи. А вот типичная камера, которая изначально была предназначена для одного человека. Сейчас она, видите, ну и сейчас, вот конкретно это была двухместная. Мы с вами увидим еще и четырехместные. Забегая вперед, хочу сказать, что в советское время, в годы сталинских репрессий, здесь могло там до 20 человек помещаться, ну и в 90-е, конечно же, здесь было крайне весело. Но я лучше расскажу про устройство, когда мы увидим две пары нар. Значит, тюрьма была прогрессивная чем? Потому что здесь уже было электричество, здесь был водопровод. И, в принципе, вот эта вся конструкция, на самом деле, она разнится из камеры в камеру, потому что где-то они с деревянными такими были перегородками, где-то они просто отделены занавеской. То есть, в принципе, ну сейчас понятно, все выключено. Для того времени это архипрогрессивная тема. Вот эта называется кормушка. Да, вот эта, она открывается сюда, соответственно, пищу подается. Вот этот глазок, который пасли. Он, видите, изначально закрывался на такую вот задвижку. Выборгское воззвание – это история про партию в основном кадет. Выборгское воззвание было написано после того, как была распущена Государственная Дума первая. Я об этом более подробно расскажу в своем выпуске про Выборг, где я оказался и, в общем, именно этому и посвятил. Соответственно, здесь вот этот центральный объем. Для чего нужны вот эти сетки? Для того, чтобы народ не сигал вниз. Потому что, конечно же, к этому очень располагала данная атмосфера. Давайте поднимемся чуть повыше. После того, как депутаты вернулись из Выборга, они были приговорены к определенным срокам заключения. И здесь, например, сидел отец Владимира Набокова. В каких условиях нечеловеческих он сидел? Давайте прочитаем. Спустя года полтора после Выборгского воззвания, 1936 год, отец провел три месяца в крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой, складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию на узких цветочках туалетной бумаги, которую переносил преданный друг семьи. То есть, мюллеровская гимнастика – это на самом деле гимнастика, разработанная одним из чешских специалистов. Там, кстати, уже видно набережное, можно посмотреть. Для тех, кто занимается сидячим образом жизни. Вот там прогулочные дворики. Вот если посмотреть вниз, вот это все, что там в снегу, вот это прогулочные дворики с этой стороны, где, ну, небо в клеточку, жизнь в полосочку, да, жизнь в полосочку. Почему небо в клеточку? Там у них такие решетки наверху. Ну, а отсюда отходят вот эти самые галеры. Они, видите, здесь специально были задрапированы, чтобы было более тепло. То есть, вот здесь сидит, это, ну, вообще нарго, на слоге называется цирик. Вот здесь у нас туалет для, как вы видите, сотрудников. А, ну, а вот это уже более классическая история, да, давайте, допустим, заглянем, ну, не сюда, давайте заглянем, да, вот сюда, допустим, да. То есть, вот эта одиночная изначально камера, тут, видите, четыре шконки. Значит, как делалось? Мне вот мой приятель, которому я возил тут два года передачки, рассказал про такое полятие, как пальма. Значит, что такое пальма? Ну, когда сюда сажается, там, знаете, 15 человек, вообще в каждой камере, по идее, это у них называется семья, да? И там все зависит от того, в семье это или нет. Пальма, это вот здесь натягиваются скрученные такими простыни скрученные под потолком и туда накидываются матрасы. И ты, соответственно, если особенно ты не в семье, то ты на этот матрас закидываешься и спускаешься ты только по разрешению главы семьи, да. Ну, а что? Ну, вот, вот и прикиньте, да, значит, сюда еще могли, допустим, стелиться доски, если уж совсем дофига людей. Это вот одна галера, дальше вторая галера. Пошли вот до конца, пройдем. то есть просто сравните атмосферу, допустим, пребывания людей здесь до революции и атмосферу пребывания людей уже потом в советское время. Ну и дальше вот Владимир Павлович Федюк написал чудесную книгу про Керенского в серии «Жизнь замечательных людей», где он рассказывает, ну вот, например, смотри, как здесь туалет, да, то есть там вообще не было никакой перегородки, здесь есть вот такая перегородка, да. Вуаля. Здесь не камеры, здесь умывальные. Вот видите, душ. Ну это все, естественно, по расписанию, ну в смысле, причем от расписания, как правило, назначаются уже самими сидельцами на слоении пух. Забегая вперед, доктор Муханов, он, который освобождал сидельцев здесь уже во время, до революции, во время революции, после революции, он рассказывает про Александра Ильича Зелоти, это вообще знаменитый музыкант, который был женат, кстати, на вере Павла Третьякова и дочери Павла Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи. И он был среди так называемых саботажников. Саботажники – это те, кто не хотели работать с советской властью. И этот Зелоти сюда загремел. И доктор его здесь застал вот среди этих камер, причем в таком достаточно веселом состоянии, и тот его повел туда, в конец, сказал, посмотри, какая архитектура, а потом привел к себе в камеру и показал надпись «Здесь сидел Яшка-вор», а он дописал внизу, а также Александр Зелоти, ученик листа Александра Зелоти. Значит, что касается Керенского. Камера имела 5,5 шагов в длину и 3,5 в ширину. Давайте проверим. Значит, раз, два, три, четыре, пять, сходятся. Раз, два, три. Ну, три, три с половиной, да, примерно так и есть. Значит, Зинзинов, про который я тоже буду цитировать, он говорил, что она имела 7 шагов наискось. То есть, это говорит о том, что здесь была одна шконка, понимаете, смысл. Оштукатуренные стены ее были окрашены темно-коричневым масляной краской, так же, как и дверь. Жизнь в тюрьме текла, по разу, навсегда утвержденном распорядку. С полседьмого утра подъем, умывание, общая молитва, чай с хлебом, в час пополудни обед, затем двадцатиминутная прогулка по тюремному двору, в четыре часа дня снова чай, в семь ужин, вечером молитва и в десять вечера отбой. Пойдем, чуть повыше еще поднимемся. Видите, здесь на самом деле вот это неспроста надпись, потому что обо всем человек может забыть, даже когда у него все это на автомате. И где-то здесь уже более темные умещения я ищу последний этаж, чтобы показать оттуда же перспективу вниз. Здесь сидели уголовники, которые занимались в основном шитьем. У них в каждой камере стояла либо швейная машинка, либо еще что-то. И политические преступники вот для чего подняли, чтобы показать вот эту вентиляцию, видите, они были освобождены от ручного труда. И вот как это описывается, по сравнению с уголовными их положение можно считать привлегированными. Они имели право носить собственную одежду, а не серые тюремные робы. Политические были освобождены от физического труда, обязательного других арестантов. Теперь заключенные получали продуктовые посылки с воли, раньше это было запрещено, в неограниченном количестве. Пользовались книгами из тюремной библиотеки, раньше читать дозволялось только по воскресеньям. Еще годом раньше невозможно было представить, чтобы в образцовой тюрьме заключенные общались между собой. Собственно, для того, чтобы пресечь такое общение, и были построены кресты с их системой одиночных камер, а сейчас это было абсолютно общим делом. Вот это весь объем крестов, то есть там один конец, там второй конец, это центр. Теперь можно спуститься. Значит, как они переговаривались? Азбука эта появилась еще во времена декабристов. Специальная таблица составлена и стук определенный обозначал место буквы в этой таблице. И Керенский эту азбуку достаточно быстро освоил. В эти же дни в крестах сидел эсэр Владимир Михайлович Зинзинов. Про него я как раз отдельно расскажу. Бытность Керенского премьером Зинзинов станет одним из самых близких его соратников. После первого же общения с соседями Керенский узнал, что как раз над ним этажом выше находится камера его родственника и старого знакомого Сергея Васильева. После этого он начал ощущать себя в тюрьме даже комфортно. Позже он писал об этом. Как это не покажется странным, я почти наслаждался своим одиночным заключением, которое представляло время для размышления, для анализа прожитой жизни, для чтения книг сколько душе угодно, дополнительное удовольствие доставляло общение и обмен новостями Сергеем Васильевичем при помощи теремии. Это на самом деле не первый раз я буду говорить вот еще надо здесь показать эту умывальню. Но это как вы понимаете уже служебное помещение, картотека и все такое прочее. Это очень важный момент, потому что не единственное свидетельство о том, как здесь вольготно жилось людям с точки зрения той эпохи, потому что любой революционер рассматривал заключение как правило как заслуженный отдых. Мы об этом коснемся, когда я еще про Троцкого начну рассказывать. Прошло две недели. За эти две недели никто Керенского не беспокоил. А дело в том, что по тем законам если тебе в течение двух недель не предъявляют обвинения, тебя выпускают. Так, ну что, теперь вот эта панорамка наверх. Вообще, конечно, фотографии здесь получаются максимально эпичные. Ну а сейчас мы с вами попробуем выйти вот сюда. я думаю, что вот в таком виде, конечно, эти кресты ни один сиделец себе представить не мог. Вот сюда выводили на прогулки. Значит, что вот это такое? Видите, там перетянуты ну такие провода. Дело в том, что отсюда туда, на набережную посылались так называемые пули или малявы. Как они делались? Значит, для этого вам нужна труба. Раньше их делали из газет, когда появились глянцевые журналы, предпочитали глянцевые журналы. Вы берете газету, делаете из нее плотный комок, в центр этой газеты вы вставляете ту самую записку. Для усиления центра тяжести вы прикрепляете хлебный мякиш и стреляете на набережную. И вся эта набережная была усеяна этими пулями. И, соответственно, чтобы они не долетали, были натянуты вот эти провода. но, как вы понимаете, не всегда они спасали. Вот они. вот оно место для прогулок. Очень романтично, да. То есть вас приводят, ну, не знаю, куда, ну, допустим, сюда. И вы здесь гуляете. И на самом деле, ну, я в этот раз не буду вам об этом рассказывать, один из побегов, в которой была известна история захватом заложников здесь, к сожалению, один из сотрудников погиб. Только эти парни, они хотели бежать не из этих прогулочных двориков, а вот из тех. Перемахнуть через стену, там такой Перепелкин это все дело организовывал. И вот вы здесь гуляете. И прикиньте, ну, то есть вы слышите звук приезжающих машин, вы слышите голоса, вы понимаете, что вот там вот все хорошо, а здесь не очень. вот это небо в клеточку. И я помню еще, ну, ребенком даже, когда мы вот иногда проезжали по набережной, я все время поражался, что это за люди, которые стоят на набережной, все время что-то орут. Орут там Коля! Ну, на самом деле вы же понимаете, что чтобы докричаться вот оттуда, да, это же как нужно орать. но да, ну и вот на этой вышке соответственно стоит человек и за вами наблюдает. в принципе иди сюда вот прям нужны солнцезащитные очки я бы сказал. Может мне камера дать? Как это выглядит? Вот вышка, вот этот ближний к Неве крест, но вот уже набережная. Видно, да? То есть вот натянутые эти провода. Вот из этого крыла эти пули и посылались вот туда. Конечно, при появлении мобильных телефонов все стало проще. Я своему корешу уже звонил просто на телефон или он не звонил, но опять-таки официально это все было запрещено. Вот сразу возникает вопрос вот что с этим делать, да? Это же на самом деле памятник. Элитное ЖК тут не устроишь, я думаю, потому что сноси сноси здесь ничего нельзя. Ну ладно, мы едем дальше в наших рассказах. Керенский сказал, что если ему в течение двух недель не предъявят обвинения, он начнет голодовку. И он ее начал. Но дело в том, что в то время людей кормили здесь намного лучше. потому что ну вот в 90-е когда я возил сюда значит передачки, местную еду вообще никто не ел. Ну потому что ее есть было во-первых невозможно, хлеб там был отвратительный и вообще можно было там с коликами слечь. А в то время здесь кормили очень неплохо и голодовки объявлялись неоднократно но еду все равно приносили. Еду приносили, еду оставляли здесь и естественно это вызывало ну желание ее съесть. Чем и пользовались смотрители. То есть в каждой камере у вас скапливается хлеб допустим у вас значит пытались сидельцы просто выплескивать еду из из камер и максимум народ выдерживал 7 дней. Некоторые пытались голодать без воды потому что смотрители даже стебались ну что это вы голодаете вы воду пьете вы попробуете без воды но вот Керенский он выдержал 7 дней и когда его привели на соответственно на допрос он просто потерял сознание и потом его отсюда такие благополучно выпустили Адиньдинов писал тюремная голодовка дело совершенно особенное чтобы его понять необходимо через это пройти на собственном опусе вы голодаете но обед вам в камеру все равно приносят вы просите взять еду обратно в этом вам категорически отказывают но боже мой как вкусно пахнет еда и как раздражает вас этот запах когда вы чувствуете волчий аппетит до который вы ни за какие блага меры не дотронетесь стоит тут же у вас на столе а какой чудесный запах идет от черного ржаного арестантского хлеба который кажется таким аппетитным вот скажи это как бы корешам которые сидели здесь в 90-х как тут был аппетитный черный ржаной хлеб по этой причине тюремное начальство относилось к подобным угрозам скептически и не спешило на них реагировать но кенеровский как я уже сказал выдержал 7 дней коты привет по прежнему ничего не происходило прошел еще месяц и вдруг неожиданно 5 апреля Керенский был отпущен на волю так и не поняв толком ни причин своего ареста ни освобождения и дальше надо сказать что вот эта отсидка она ему ну придала определенный вес как вы понимаете политический вот здесь как раз висят мемориальные доски вот одна из них вот на эту надо обратить внимание подойдем к ней здесь у нас мемориальная доска посвященная архитектору так ну только церковь церковь открыта сразу так мы попадем туда сначала вот я хочу вот эту доску мемориальная показать это как раз один из сотрудников который погиб во время захвата заложников вторую женщину 23 февраля их захватили вторую женщину удалось спасти снайпер снял его просто заточками искололи дело в том что вот там Нева и когда вы видите вот кадры из там всяких там бандитских петербургов и прочее как их там выпускают их выпускали вот отсюда вот из этой двери дверь эту мы с вами увидим потом снаружи да здесь особенно показывать нечего да снаружи но уже во время другой проходки просто надо запомнить так ну пошли в церковь теперь избранный Керенским путь удачно позволял совмещать работу на революцию и стойчиво материальное благополучие теперь перейдем к Зинзинову Зинзинов это ССР что очень важно представитель террористической организации видите какая там чудесная на самом деле фреска вот как человек описывает военно-полевые суды которые вел Петр Аркадьевич Столыпин одной из первых жертв этих судов был мой близкий товарищ по московскому комитету Володя Мазурин его узнали на одной из московских улиц сыщики пытались арестовать он был вооружен и на улице стал отстреливаться началась погоня настоящая охота за человеком по улицам его схватили судили и на другой они повесили во дворе той самой Таганской тюрьмы где мы сидели вместе и у той самой стены возле которой мы так часто гуляли и играли в чехарду этот Володя Мазурин чтобы вы понимали его называли гроза городовых он просто их отстреливал а потом он бывшего главу московского уголовного Ронгутского Айлошникова на глазах его семьи убил во время вооруженного абелляционного восстания в Москве в 1605 году в декабре такой милый парень да ой-ой-ой повесили ай-ой-ой церковь это в советские время в советские года понятное дело не работало вообще в 50-е годы здесь была налажена картонажная фабрика потому что просто ну тупо не хватало денег для содержания арестантов и поэтому один из директоров тюрьмы инициировал такую работу ну здесь уже понятно значит да здесь галерея как раз ну сначала начальников потом директоров все портреты ну туда мы пойдем уже в другой крест да сначала поднимемся хочу Ахматову показать интересно он пишет как его ну принимали да Зинзинов то есть он шел по Литейному проспекту и услышал звук копыт по булыжной мостовой очень характерный элемент тогдашнего эмбиента то что сейчас отсутствует ну и сначала ошибочно филеры приняли какого-то человека спереди тут начал кричать его отпустили ну а потом ему уже схватили руки и привезли сначала в полицейскую часть в Литейном на Литейном а потом уже он оказался здесь и как он это описывает потекла медленная и однообразная тюремная жизнь тюрьма кресты походила скорее на фабрику в камере а ну вот я рассказывал у каждого уголовника имелся ткацкий ручной станок в котором арестант выделал грубое тюремное полотно из ниток которые ему выдавали так а здесь по-моему был свет на самом деле здесь просто памятник Аня Ахматова ну это как это копия где он включается как это включить не то тоже не то может проще выключатель где-то здесь найти это он о Семенович ну понятно почему ей потому что Лев Гумилев сын ее сидел здесь ну и собственно она что первый муж расстрелян значит еще один муж потом был репрессирован ну и вот она точно так же как все остальные носила передачки есть ее знаменитая вот эта поэма Реквием это точная копия памятника которая стоит с той стороны и на самом деле вообще мало кто знает о наличии здесь подобной статуи теперь знаете благодаря нам храм сейчас закрыт так ну а дальше там уже там есть по-моему чердак конечно но чердак мы не пойдем пошли во вторые кресты вот они ткали это грубое тюремное полотно сиделец из ниток которые им вдавали этим они вырабатывали себе жалкие гроши при помощи которых мог немного улучшить он казенную пищу ну и в принципе они могли скопить какую-то сумму на выход политически от этого были избавлены осталось только читать книги которые можно было менять два раза в неделю недаром тюрьмы мы называли нашими университетами какая милая вот еще вот вам еще одно ой здравствуй здравствуй главный охранник это твоими писемикаками тут воняет скажи пожалуйста все без исключения камеры в крестах были одиночными такого же размера как в Таганской в Москве мы перестукивали с нашими уголовными соседями а там значит в чем прикол сидел политический дальше сидел уголовник потом сидел еще политический что они делали они перестукивали с уголовником и просили передать это далее а я вот не знаю открыто здесь или нет кстати о птичках открыто а дальше а дальше дальше хрен ну ладно пошли тогда с другой стороны просто вторые кресты там ну да ну что ну киски живут что имеют территорию имеют право да да причем как например Зинзинов перестукивался он пишет о том что на самом деле при правильном нахождении определенной точки можно было стучать даже пальцем можно было стучать карандашом он ложился на кровать накрывал накрывался одеялом потому что естественно следили цирики я кстати не знаю назывались ли они тогда цириками я думаю что это уже советская история они следили за тем чтобы этого не происходило потому что их за это лишали здравствуй еще раз мы нашли следы твоего пребывания тут мяу да это твое ты подтверждаешь за это их лишали прогулок книг свиданий ну в общем вот это все и он прикрывая одеялом руку стучал стену а соответственно глазами следил за значит тем чтобы его не заметил охранник и вот так он на время замечательно провозил слушай нет через это мы не пройдем что-то мне подсказывает да потому что здесь уже гаражи и все остальное так ну пошли пошли оттуда по-моему оттуда с той стороны по-моему был вход здесь зензинов нашел своего прекрасного приятеля фундаминского еще одного эсера причем фундаминский этот потом забегая вперед в 17-м году был извините комиссаром черноморского флота при временном правительстве представляете бывший опять-таки революционер у нас уже выработала своя привычка свои манеры как это всегда бывает в таких случаях мы сокращали слова штрих по стене означал что слово понятно дробь указывала что это слово надо повторить смех обозначался словами ха-ха и так далее ну то есть фактически такое прото эмодзи в конце концов в этом искусстве можно достигнуть большого мастерства моя тюремная жизнь вошла в свои берега следствие по моему делу тянулось своим чередом принадлежит к боевой организации я в нем не принимал участие отказывавшись разговаривать с жандармами когда меня вызывали на допрос я даже отказался от поездок в жандарское управление удивительное всего то что власти это терпели и не принимали против меня никаких мер принуждения кровавый царский режим Троцкий в своих воспоминаниях пишет я посидел некоторое время в крестах затем в Петропавловской крепости под конец в доме предварительного заключения ну та самая предвариловка про которую я рассказывал у меня есть выпуск где мы гуляем вокруг привет большого дома все вместе заняло 15 месяцев каждый из тюрем представлял свои особенности которым нужно было приспособиться но рассказывать об этом было бы слишком утомительно снова наступило время систематической научной и литературной работы пишет Лев Давидович Троцкий который видите как мило соответственно провел время в научной и литературной работы и вот его соответственно сокамерник вспоминает тюремная камера Троцкого превратилась вскоре в какую-то библиотеку ему передавали решительно все сколько-нибудь заслуживающие внимания новой книги он прочитывал их и весь день с утра до поздней ночи был занят литературной работой я чувствую себя великолепно говорил он сижу работаю твердо знаю что меня ни в коем случае не могут арестовать согласитесь что в границах царской России это довольно необычное ощущение ну потому что он уже арестован для отдыха я читал классиков европейской литературы лежа на тюремной койке я упивался ими с таким же чувством физического наслаждения с каким гурманы тянут тонкое вино или сосут благоуханную сигару это были лучшие часы пишет Троцкий в конце концов я не могу жаловаться на свои тюрьмы они были для меня хорошей школой плотно закупоренный одиночку Петропавловской крепости покидался оттенком огорчения там было тихо ровно так бесшумно так идеально хорошо для умственной работы Предвариловка наоборот была переполнена святой Предвариловка это дом предварительного заключения про который я рассказывал душевые нет это корпус для помывки друзья мои причем вот эти прасечные иди сюда трусы и носки в стирку не принимаются а что же с этим делать самим стирать? стирай сам довожу до вашего сведения что в жилой зоне отряд прачечный размещены 9 теплоэлектронагревательных приборов это уже техника безопасности так сейчас я попробую чтобы нас все-таки пустили во вторые кресты дальше был такой человек это мы уже переходим к следующей странице Антонов Овсеенко ну или Овсеенко он наверное он на самом деле Овсеенко Антонов это его псевдоним революционный псевдонимы у всех были а зато сейчас я знаю что мы сможем показать благодаря нашим здесь проходам вот эту вот стену потому что это граница на самом деле крестов вот как раз через нее они и хотели перемахнуть когда заложников захватывали а слушай так может сейчас мы увидим эти царские карцеры про которые Женя рассказывал так аккуратненько здесь просто огромное количество здесь просто огромное количество ага ну наверное это они и есть или это просто подвалы нет слушай это наверное просто подвалы сорян это не карцеры мы не знаем что это такое Антонов Овсеенко вот посмотрите на биографию этого замечательного человека значит сначала он пытался организовать военное восстание вместе кстати с Феликсом Держинским в Новоалександрии он был арестован и помещен в Варшавскую тюрьму из которой умудрился бежать причем как он бежал у меня вот есть выпуск в Москве где я показываю памятник Бауману и там на одном из брельефов изображена такая пирамида эта пирамида изображала как они ну это не слона делают сначала пятеро потом трое и потом один они занимаются гимнастикой таким образом нет ноу он точно так же попросил значит одного из охранников позаниматься этой замечательной гимнастикой ну и вот 10 минут он забирался отвлекая его внимание таким образом все больше перемещаясь от дерева к стене и потом когда в итоге охранник отвлекся тут перемахнул через стену прыгнул на крышу ожидавшего его экипажа и скрылся дальше весной 1605 года он был мобилизован и должен был отправиться на Дальневосточный фронт воевать соответственно с японцами но дезертировал благополучно затем в конце июня уже был арестован в Кронштадте но под чужой фамилией тут ему повезло потому что в октябре 1605 года вышел манифест знаменитый 17 октября и была объявлена всеобщая амнистия и он опять отвалился в 1906 году он пытался организовать восстание в Севастополе был пойман приговорен к смертной казни которая была заменена ему каторгой 20-летней они умудрились взорвать стену и он бежал из севастопольской тюрьмы это я вам все рассказываю про то как вообще обстояло дело во время царского времени наконец в 1909 году он был опять арестован и провел в тюрьме полгода но опять был выпущен под чужим именем и в следующий раз он оказался здесь в крестах уже в 17-м году после июльского мятежа вместе со многими другими замечательными ребятами в том числе и с Троцким Антона Фавсиенко на самом деле чтобы вы понимали это человек который ну вот он отсидел здесь значит летом 17-го года потом он был выпущен это человек который арестовывал временное правительство вместе с Чудновским и Подвойским то есть это один из главных вообще ключевых людей которые принимали участие в революции 17-го года затем он воевал подавлял крестьянское восстание вот здесь собственно ради этого я и вас сюда привел вот в таких условиях они вот здесь смотрите что здесь замечательного есть здесь есть вот эта батарея историческое вуаля ну единственное что параша была у них местная умываться они ходили туда но тем не менее и вот вот так да то есть это ну в такой господи в общагах люди сейчас живут только в две койки вот и вот ты лежишь вот если ты перестукиваешься да ты лежишь вот так вот закрылся одеялком чтобы было не видно и наблюдая вот так вот ты этим и занимаешься ну единственное что видите в воспоминаниях написано что коричневой краской было покрашено ну какая нафиг разница пусть будет такой и вот здесь уже глазок очень хорошо открывается и все вот это вот часть весь опа открылась закрылась здесь по-моему еще одна есть а вот да вот это уже более близкая ситуация вот вам пожалуйста как из одиночной камеры можно сделать не одиночную вуаля некоторые лежали вообще вот там вот шестеро некоторые лежали на полу я рассказывал еще и про пальму да темно да ну в принципе можно подставить вот кадры из бандитского Петербурга как героя значит Кирилла Лаврова барона приводит там в принципе достаточно точно все да ну это вот стул такой самопальный чтобы хоть на чем-то было можно есть и вот вы здесь прекрасно обитаете ну тут уже удобство имеются ощутите разницу да называется ну а здесь уже это просто инсталляция здесь уже более значит современные камеры да и в общем чем закончил Антонов Авсиенко этот он же на самом деле он был такой он коротышка был блондинчик очень импульсивный его расстреляли в 38 году и вот я вам хочу показать как работает машина пропагандистская на допустим его примере у Владимира Маяковского есть произведение под названием хорошо и там есть такие строчки а в Смольном в думах о битве и войске и лич гримированный мечет шажки да перед картой Антонов под войскем втыкают места атак флажки а теперь друзья мои я вам подставлю страницу этого стихотворения только уже 46 года и посмотрите как там все немножечко подредактировано фамилия Антонов просто убрана вот вам пожалуйста распорядок дня телесный осмотр как это мило названо ну просто досмотр слышишь мне Женя рассказывал что здесь что здесь обитает Евгений Карлович или ой по-моему я его не так назвал опять надо ему надо ему позвонить позвонил да давайте мы сейчас устроим небольшой телемост с Евгением Вышенковым да я прям на видеосвязь поставлю да Павел Жень я все нашел я нашел первые прогулочные дворики я опять дурак напомни мне как зовут домового Евгений Карлович по-моему я его слышал только что Жень я сейчас во вторых крестах нахожусь вот как бы вот так это все тут выглядит и тут такие звуки как будто он тут ходит скажи чем вообще опасен Евгений Карлович он ничем не опасен если ты будешь уважительно говорить о крестах я очень уважительно я исключительно рассказываю об истории вообще дореволюционных крестов в данный момент поэтому я очень к нему уважительен тогда все в порядке ну хорошо Жень спасибо давай увидимся давай слышишь Евгения Карлович я тоже его слышу там не было таких звуков возможно Евгений Карлович живет здесь но на самом деле я про эту историю только от него вот узнал что а еще он сказал я ему написал Жень как зовут эту барабашку ни в коем случае называй его барабашкой а я только что это сделал а я только что это сделал да так что здесь да видите есть свой Евгений Карлович у него своя тут камера теплая да вот эти вот эти кресты видите поприличнее действительно единственное что здесь конечно все очень темное но давайте это кладовая то есть вот понимаете как работает на самом деле судьба то есть ты сначала ведь многие из этих революционеров они реально сидели здесь но тут уже не инсталляция тут уже реальная история вот пожалуйста смотрите 8 минут тревоги о Юлий Герман кстати дорогой мой человек хорошая книга между прочим еще еще беломор прикинь серьезно да ты сначала сидишь в тюрьмах при царской власти потом ты сидишь в тюрьмах при временном правительстве потом ты помогаешь новой власти захватить власть а потом эта новая власть тебя расстреливает и это далеко не единственный пример ведь если посмотреть кто здесь сидел вместе с допустим тем же самым Антоном Овсиенко просто иногда на самом деле такие надписи тут встречаются я тут парочку видел но это надо в каждую камеру заходить и их искать вот смотрите вот заходи зато Крым наш анархия мать порядка мне кажется это уже какие-то более поздние наслоения не ну понятно что здесь разные люди вот смотрите как это сделано на самом деле чтобы не не распрыскивалась вода чтобы ее можно было направлять вот да кружок очумелые ручки пожалуйста то есть ну когда ты здесь сидишь ты его и не до кого додумаешься здесь уже второй стол вот этот сохранился видите может еще что-нибудь интересное увидим здесь же сидел например Павел Дыбенко ну этот ладно это хотя бы бухал его расстреляли да помимо Фундаминского тут вот есть полочки допустим да полочки для книжечек некое рабочее пространство куда-то тут даже занавески нет Костян-то говорил что они когда сидели у него конечно там занавески были пошли до конца дойдем по обратной стороне пойдем сейчас я залезу еще свои подсказки ну или допустим про да вот видишь здесь в конце тоже камеры если там в конце у нас были умывания то здесь в конце тоже камеры про Троцкого опять-таки ведь ну я неоднократно говорил что Троцкий он потом стебался что вы мой день рождения всю жизнь будете праздновать потому что его обвиняли в том что он на день рождения это все затеял эту всю катавасию здесь у них смотри вот здесь например плиточку положили вот допустим вот это все вы должны понимать это все делалось на самом деле конечно они сами это делали то есть каждый обустраивается как может потому что здесь скорее всего уже они может быть даже что-то и готовили хотя опять-таки это запрещено естественно а ну вот здесь например вот вот пожалуйста вот здесь показано как раз более того мне Костян говорил что они в принципе и душ могли сделать ну то есть здесь вместо соответственно этой пасты вот такая штука то есть они вот отсюда прямо как-то отводили и в принципе они могли все мыться ну принцип понятен да я думаю что достаточно вам наверх не пойдем по крайней мере здесь а тут у нас это кожа натурального дерматина а линолеум вот например линолеум пожалуйста вот тоже видите кружок очумелой ручки ну в общем кто чем кто чем может проводка просто божественная вот именно merely 2 вот же unt вот 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 ну «В патронных лентах, внизу пулеметчики, вас вызывает товарищ Сталин, направо третье, он там, товарищи, не останавливаются, чего встали, броневики на почтамп, по приказу товарища Троцкого, есть, повернулся и скрылся скоро, и только на ленте у Флотского под лампой блеснула «Аврора». Естественно, когда Троцкому прилетело ледорубом, да еще и до этого, эту строчку просто выморли, то есть по приказу товарища Троцкого там не обозначалось. Опять-таки, товарищ Троцкий – это человек, который способствовал тому, чтобы новая, самая справедливая власть установилась здесь. Вот это верхний ярус галеры, да, где нету вот этой смотровой будки. Она внизу. Крайне интересно, как… Вот здесь, кстати, хорошо видно, тут хотя бы свет попадает. Ну, понятно, что это все уже результаты того, что эти камеры стоят в такое время неотапливаемые. Уж настолько здесь, конечно же, штукатурка не свисала. Крайне интересно, как припытались судьбы революционеров и тех, кто за ними гонялся. Начальник охранного отделения Александр Герасимов, он, вы не поверите, тоже в какой-то момент оказался в крестах. Причем вызволил его отсюда, ну, то есть он сначала оказался в Таврическом дворце, там, так называемом, в министерском павильоне, где их держали первое время, всех бывших, да. А вызволил его Владимир Бурцев. Это был знаменитый революционер, который охотился на провокаторов. У него есть книжка о погоне за провокаторами, именно он разоблачил Азефа. Вот отсюда очень хорошо слышно, как там ездят автомобили. Ну, здесь уже, видите, немножко добудет свет. Ну-ка, давай зайдем. Это какого года? Ну, вот 2017 год. 2017 год – это последнее год существования крестов. После этого они были, да, закрыты. Ну, здесь тоже, видите, организована некая такая аут. Жалобы, заявления, письма, секретная информация, пожалуйста. Ну, а чего? Как еще развлекаться? Так. В первых же дней революции, пишет Герасимов, у меня началась долгая эпопея тюремных скитаний. 7 марта я был арестован по требованию Совета рабочих депутатов и доставлен в Государственную Думу. Ну, вот это то, о чем рассказал. Потом меня перевели в кресты. Вскоре меня освободили по хлопотам Бурсова. То есть, вы просто задумайтесь. Человек, который в свое время от него бегал, от Герасимова, ну, как государственный преступник, приложил все усилия, чтобы его освободить, потому что он знал, что тот был, ну, честный исполнитель своего служебного долга. С последним я познакомился в 1916 году, после того, как он был взращен из своей ссылки в Сибирь. Он интересовался рядом вопросов в истории деятельности политической полиции и искал в этой связи встречи со мною. Я не видел причину уклоняться от встречи, и мы несколько раз имели с ним очень интересные для меня разговоры. Значит, его выпустили из крестов Герасимова, но потом из Парижа вернулись бывшие сыры, включая Савенкова, и его опять арестовали. Над ним опять был суд некий, и Бурсов опять за него вступился. Вот я думаю, вот такого здесь в то время не мог предположить вообще никто. Ну, не мудрено. Вот, значит, там они пытались уличить Герасимова в каких-то провокациях и прочее, но в итоге следователь, который вел это следствие после того, как дал мне ознакомиться с этим показанием, говорил, вас спасли ваши прежние враги, а вот ваши бывшие друзья ловко они вас в свое время съели. Вот так вот иногда очень хитро переплетаются судьбы. Ну и, наконец, в заключение я вот как раз хочу обратиться к вышезаявленному мною Ивану Ивановичу Манухину, чтобы понимали, кто это такой. Я сейчас поставлю фотографию, где он, Горький и Шаляпин. Это сейчас, кстати, до того, как он с Шаляпиным разругался. Почему, я скажу. Манухин писал. По политическим убеждениям, я левый, равнодушная, известия не встретил, он имел февральскую революцию. При всех обстоятельствах моей жизни я никогда не забывал, что люди, прежде всего люди, правые, левые, сановники, прислуги, богачи, бедняки, все равно болезнь, страдания и смерть равняют всех. Теперь мне, попросту говоря, стало жалко этих внезапных, сваченных и запрятанных в камеры старорежимников. Ну, вот это очень нехарактерное отношение к человеку. Потому что он доктор, и вот он так себя ведет. В наше, конечно, жестокое время это не очень принято. К нему приехал один из членов временного правительства Муравьев спросить, кого бы он порекомендовал на должность тюремного врача в Петропавловскую крепость. И Манухин решил предложить себя. Муравьев обрадовался, забегая вперед, могу сказать, что потом Муравьев тоже сядет. Он описывал этих старорежимных ребят, говорил, что некоторые из них впали духом, но Щегловитов, это, кстати, министр юстиции, потом расстрелян, на него охотились СССР-максималисты, и Сухомлинов, генерал, знаменитое дело Мясоедова, которые и при физическом недоволагании изумляли своей несокрушимой твердостью, невозмутимым спокойствием. Ну, здесь всякие подсобные помещения. Должен отметить, что никто из заключенных монархистов от своего прошлого, от своих убеждений не отрекался. Виновным себя перед восставшим народом не осознавал. И вот он о них заботится, и дальше происходит, соответственно, теперь уже Октябрьский переворот, и туда заезжают члены Временного правительства, все эти там Терещенки. Да, Рутенберг попал в тюрьму, представляете, Рутенберг – это тот, кто убил Гапоне. Да, и потом он был одним из, ну, уже в эмиграции, лидеров сионистского движения. Большинству удалось по болезни перевезти в больницу тюрьмы Кресты. Кое-кого отпустили просто на свободу. И здесь он описывает ситуацию совершенно парадоксальную, что людей старались из Петропавловки, из Стравицкого бастиона, сюда, в Кресты, отвозить как, ну, вот, в более лучшее место. Потому что... Здесь была уже полусвобода. Свидание с близкими почти без ограничений. Передача с волей любых продуктов и одежды. Возможности взаимообщения заключенных благодаря открытым дверям камеры больничных палат. Нормально, да? То есть, вот, я специально весь этот выпуск, именно этой теме посвятил, чтобы показать, насколько все меняется. Отмечу, что Бурцев, увлеченный в беседу с Белецким, это, кстати, бывшие политические деятели полиции, не пожелал воспользоваться свободой, которую новая власть ему предоставила. И когда Белецкого перевели в больницу Крестов, он попросил перевезти его туда же. Представляете? То есть, ему настолько было интересно с ним общаться. И комиссаром юстиции тогда был такой эсэр Штейнберг, который назначал просто, ну, определенные выкупы, по сути. Пойдем кисок навестим. Выкупы за... за них. То есть, больше всего 100 тысяч было за Вашнеградского, это председателя Государственного банка. И затем случилось так, что, ну, сам этот Штейнберг, он был не большевиком, он сам попал под разнос и в итоге был уволен с этой должности, он закончил в эмиграции. То есть, представляете, как, опять-таки, вот ты сегодня здесь рулишь судьбами, а потом ты оказываешься на обочине истории. И Манухин говорит, что один раз он... Ну, то есть, они, когда выходили из крестов вот туда, на набережную, он их переводил, когда он кого-то выпускал, и говорил, срочно уезжайте из Петрограда. И один раз здесь оказалась семья русских. Генерал успел убежать, прислал весточку вместе с человеком, а человек оказался шпионом. Ну, и он сдал семью, пять членов семьи, и, соответственно, на то счастье для Манухина у Зиновьева разыгрался аппендицит. Зиновьев – это наш первый красный мэр города Ленинграда. Ну, и Горький, соответственно, сказал, что вы, когда будете его лечить, попросите что-нибудь. И Манухин справился со своей задачей, и когда Зиновьев сказал, ну, в какую гонорару хотите, Манухин говорит, отпустить. Он говорит, кого? Ну, вот пятерых этих. И Зиновьев подписал Маляву. То есть вот так вот тогда все это дело осуществлялось. Так, кисель, ты ласковая. Так. Ну, в принципе, сейчас мы с вами направимся на выход. Что такое? Он хочет? Он хочет ласки. Ласки. Ты мой... Господи, как... Добро... Здравствуйте. Меня зовут Павел Перец. Я веду прямой репортаж из бывшей тюрьмы Кресты. И сегодня с нами находится один из главных сидельцев, который нам будет рассказывать о том, как ему здесь живется, в этих условиях. Скажите, пожалуйста, как вам удалось сбежать из камеры, в то время, как мы находимся на территории, вообще-то, главной политической тюрьмы Российской империи? Нет? Мурчит. Конечно, мурчит. Кто тебя последний разгладил? Ну, какой же я дебил, что корм от них взял, а? Естественно, все, о чем я рассказал, оно очень сильно поменялось. Особенно начиная с 30-х годов. Это будет следующая страница моего рассказа, о чем я поведаю уже за пределами данной тюрьмы. Потому что кто здесь только не сидел. Там от Рокоссовского до Бродского. И даже я помню, вот у меня бабушка очень любила такого певца Захарова. И что-то я помню, что что-то с ним случилось. Он тут тоже присел. И, конечно же, только на секунду представьте, что бы можно было здесь сделать, потому что это, ну, по сути, огромная территория, да, в очень удобной локации, в очень волшебной локации, потому что рядом находится набережная, рядом метро. Здесь вот можно, понимаете, ну, то есть, начиная от каких-то там музейных экспозиций, и заканчивая там общественными пространствами и прочее, прочее. Вот такая прекрасная историческая напоминалка вам. Но на сегодняшний момент пока судьба Крестов непонятна, поскольку инвестор, увы, или группа инвесторов не находится. Хотя очень хотелось бы, чтобы они, конечно же, нашлись, потому что место уникальнейшее. Оно является не только неотъемлемой частью нашей истории, оно является самым настоящим символом нашего государства во всех и в хороших, и нехороших отношениях. Ну и в заключении, естественно, нужно еще раз сказать про проект «Открытый город», благодаря которому мы здесь оказались, и в экскурсиях которого вы точно так же можете принимать участие. В конце по традиции напоминаю, что сейчас экскурсии идут где-то раз в неделю в Петербурге, но я заезжаю в Москву, и там у нас будет 16-го, 17-го, 17-го ряд мероприятий, включая лекцию из серии «Романов и Бессоплей», меня долго просили, и вуаля, вот она про великого князя Михаила Александровича «Последний император». Ну и будет две экскурсии в субботу и одна воскресенье, причем там будет ряд премьерных туров. А в Петербурге все идет по плану. Ну и, естественно, книжечки мои тоже имеются в продаже, как на сайте у меня, так и после экскурсии можете их приобрести, кроме Москвы, к сожалению, я их туда не вожу. В этом случае я их подписываю. Книги эти, как вы знаете, «Путеводитель Невский с перцем», книга про первое время русско-японской войны и остросоциальный роман «Корень». Ну а мы с вами сейчас будем выходить вот в те ворота и окажемся на свободе, я надеюсь, с чистой совестью. С вами был гид Павел Перец. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok